Проект рыбоперерабатывающего цеха, речь о котором идет уже не один год, реализует Ненецкий рыбак-колхоз «Союз». К такому решению предприятие пришло совместно с Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК. При этом ни рубля бюджетных денег потрачено не будет. Об этом сообщил руководитель профильного ведомства на пресс-конференции с региональными СМИ. В середине апреля 2014 года власти НАО объявили об отказе от строительства в Наринмаре рыбоперерабатывающего завода ввиду его заведомой убыточности. Вместо завода, как было заявлено, будет построен небольшой рыбоперерабатывающий цех. С тех пор вопрос повис в воздухе. Сегодня на пресс-конференции стало известно о том, что проектом займется Ненецкий рыбак-колхоз «Союз». Предприятие проведет реконструкцию своего действующего цеха на собственное средство и расширит ассортимент выпускаемой рыбной продукции, в частности рыбы горячего копчения, трески, щуки и окуня. Мы предлагали разные варианты средства нового цеха, еще чего-то. Они сами прочитали, они принимают экономику, они в деле, что называется, в бизнесе. Они будут расширять действующий цех с расширением, соответственно, номенклатуры производительной продукции. То есть мы их нацеливали на кулинарку, на более глубокую переработку. Я думаю, что у них на самом деле они молодцы, но у них очень большой, скажем так, задел для дополнительных каких-то мощностей есть. Цех в том виде, в каком его решил реализовать рыбак-колхоз Союз, будет полностью покрывать потребности региона, уверен Олег Белак. Объемы переработки увеличатся в разы, а за спросом дело не встанет. Продукция рыбак-колхоз Союза популярна в регионе. Объемы продажи через свои торговые точки по сравнению с 2014 годом выросли на 23%. Уже в ближайшем будущем смогут поставить свое производство на потоки и птицеводы округа. Специалисты департамента сегодня отлаживают механизм по субсидированию производства и реализации яиц. Мы все-таки предлагали пойти на первом этапе в этом году по субсидированию возмещения части затрат по завозу комбикормов для того, чтобы кормить птицу. Но все-таки губернатор настоял. В принципе, мы с ним согласны. Это наиболее, так сказать, эффективный способ влияния на развитие, в том числе птицеводства. На конечный продукт будем сейчас перестраивать этот субсидирование и на конечный продукт будем эти деньги выдавать. Сегодня разведением птиц в регионе занимаются четыре крестьянско-фермерских хозяйства. Это более тысячи голов птицы, примерно 300 куриц и 700 перепелов. Ежесуточно они производят порядка 500 штук яиц. По словам Сергея Киселева, развитие птицеводства в регионе сопряжено с определенными трудностями. Одна из них – полярная ночь. Однако перспективы у этого направления сельского хозяйства определенно есть, и округ готов его поддерживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова